7 класс 10 серия измерение углов на местности для измерения углов на местности используется специальный прибор который называется астролябия при помощи астролябии можно даже построить карту звездного неба определяя с помощью астролябии местоположение звездных светил на небе первая задача угол аубы является частью угла а от с давайте сразу обозначим заглавными латинскими буквами вершина угла это точка о и так угол а о б является частью угла а о с угол а об 5 раз и еще на 20 градусов больше чем б о с если градусную меру угла б о с мы обозначим за x x градусов значит угол а о б 5 умножить на x плюс 20 градусов а в сумме вот 5 x плюс 20 да еще плюс x сумме получится 140 потому что по условию задачи градусная мера угла а о с 140 градусов можно составить уравнение решая это уравнение находим значение x x равен 20 а вопрос задачи найдите градусную меру угла а о б значит 5 x плюс 20 5 умножить на 20 это 100 да еще 20 120 градусов ответ в этой задаче вторая задача луч b является бисектрисой тупого угла аж к а вот если это тупой угол аж к стороны это лучи аж и к а луч бы является бисектрисой этого тупого угла бисектриса это луч делящий угол на два равных может ли угол аж б быть прямым ответ нет не может потому что если бы угол аж б был бы прямым то в таком случае аж к это не тупой угол а развернутый потому что половина развернутого угла этот прямой угол вот а тупой угол имеет градусную меру меньше чем 180 значит прямой угол здесь никак не может получиться третья задача развернутый угол разделен лучом исходящим из его вершины на два угла такие что восьмая часть 1 равна четверти другого найдите больший угол давайте обозначим градусную меру большего угла за x тогда градусная мера меньшего будет 180 минус x потому что развернутый угол 180 значит если 1 икс то 2 будет это будет меньшей 180 минус x 1 восьмая часть большего равна 1 четверти меньшего вот мы составили уравнение теперь надо решить это уравнение давайте умножим на 8 обе части равенства и тогда у нас получится x равен здесь 8 четвертых это будет 2 значит надо домножить на 2 то выражение которое в скобках это будет 360 минус 2x значит 3x это 360 значит x равен 120 градусам за x мы обозначили вот градусную меру большего угла значит больший угол будет 120 градусов а меньшей 60 значит ответ 120 градусов градусная мера большего угла четвертая задача 2 равных тупых угла имеют общую сторону вот это будет общая сторона равных тупых углов это один тупой угол вот это его градусная мера а это другой тупой угол вот эти углы тупые равны вот они имеют общую сторону а две другие стороны образуют угол 40 градусов вот этот угол равен 40 градусам градусная мера его 40 градусов надо найти величину тупого угла и так полный угол два развернутых угла 180 до 180 360 360 минус 40 и получается удвоенный тупой угол удвоенный тупой угол значит если этот угол например имеет градусную меру x градусов это тоже x градусов значит вот значение этой разности ран надо разделить на 2 и тогда мы узнаем значение x и так делим на 2 320 и получается 160 значит величина тупого угла 160 градусов